На протяжении трех лет проект после уроков знакомит школьников с интересными людьми, которые рассказывают о своих профессиях, занятиях и увлечениях. Порой такие встречи помогают детям выбрать будущую специальность или вдохновляют на какое-либо дело. Одно из последних мероприятий было приурочено ко Дню Защитника Отечества, и тематику носило соответствующую. Три поколения военнослужащих, ветеран Великой Отечественной войны, подполковник Воздушно-космических сил и обычный рядовой посетили девятую школу, где их уже ждали ученики разных классов и школ видного. Хочу заметить, что из года в год, вот из года в год, интерес к армии растет. У каждого это, конечно, отражается в своем, но тем не менее. И молодежь подходит более уже подготовленной. Благодаря встрече у будущих защитников Отечества была возможность, что называется, из первых уст, узнать обо всех нюансах современной службы в армии. Для некоторых это послужило поводом по-другому взглянуть на военную службу. Я в будущем пойду в армию. Для меня интересно узнать, чем я живет сейчас в армии. Это, ну, можно сказать, расширит мой кругозогр, и я узнаю какие-то интересные факты, которые не знал до этого. И, может быть, как-то это полюет на мое будущее, выбор профессии или видни мира. Многие вопросы были адресованы ветерану Великой Отечественной войны Борису Харитоновичу Канельскому. Человеку, который дошел до Берлина, участвовал в его штурме и на себе ощутил весь ужас того времени. Вопрос Борису Харитоновичу. Когда вам было поистине страшно? Когда ты находишься на передовой, все время пули свистят, снаряды летят. Там нет такой спокойной минуты. Ночью освещается поле боя ракетами. С ракетницей немцы стреляют, освещают передовую ракетами. Страшно с этой стороны. За час общения ученики, кажется, узнали намного больше интересной и живой информации, чем за горшкольного курса истории. На прощание благодарны за проведенное время. Дети преподнесли гостям памятные подарки. Юлия Погасян, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.